Продолжение следует... Хотелось бы поговорить еще немного о типичных ошибках в составлении плана. Если уж вернуться к нашему учебному тексту из послания к Колоссянам, посылка в философии, вредное учение, вопросительное предложение. Как жить по Христу? Чтобы жить по-христиански, мы должны молиться о трех причинах. Это переходное предложение. Первый пункт, чтобы кто не увлек нас. Второй пункт, чтобы мы не обольщались. Третий пункт, предание старцев. Четвертый пункт, не любите мира. Попытайтесь сами найти все ошибки, которые были допущены при составлении этого плана. Начнем с посылки. Посылка сформулирована никудышным образом, потому что, ну, во-первых, чисто даже по форме она сформулирована в виде заголовка. Во-вторых, она не выражает главную мысль всего текста. Ага, сосредотачивается только на частности, на некой философии. Это частая ошибка при формулировании посылки. Иногда какое-то слово там загорается, как бы, для проповедника, ему кажется, что оно главное. Но синтаксическая диаграмма должна удержать нас в рамках главных членов предложения. В первую очередь, вокруг них следует искать главную мысль. Хотя, конечно, бывает так, что главная мысль где-нибудь в депричастном обороте вообще содержится. Но это редкие случаи, и, во всяком случае, скрупулезный процесс толкования поможет вам избежать подобных ошибок. Вопросительное предложение. Как жить по Христу? Это очень плохо сформулированное вопросительное предложение. Почему? Потому что, во-первых, ответа на него в тексте не содержится. Во-вторых, это вопросительное предложение не задано к посылке. Оно с посылкой вообще совершенно не связано. Потому что, если посылка философии – это вредное учение, то вопросительное предложение должно быть как-то было бы связано с этим. Но здесь вот такие две ошибки. Переходное предложение. Чтобы жить по-христиански, мы должны молиться о трех причинах. Ну, во-первых, очень коряво с точки зрения стилистики русского языка. Молиться о причинах было бы неразумно. Потому что мы не молимся о причинах. Текст вообще не побуждает нас к молитве. В тексте ничего про молитву не говорится. Да и, собственно, о христианской жизни, о качестве христианской жизни ничего не говорится в тексте. Формулировка пунктов тоже довольно-таки безобразная. Хотя первые два пункта сформулированы более-менее единообразно, в них отсутствует ключевое слово. В данном случае ключевым словом была избрана причина. Надо было уж совсем усугубить ошибку и поставить слово «вещи». Ну, ладно. Эту ошибку вы сделаете самостоятельно когда-нибудь. Может быть, и удержитесь от нее. Так вот. Первые два пункта, да и остальные, третий и четвертый, не содержат ключевого слова или однокоренного с ним. Чтобы кто не увлек нас, это на самом деле главная мысль, а не второстепенная. Чтобы мы не обольщались, ну, так-сяк. Предание старцев вообще какое-то словосочетание, не имеющее никакого отношения к методике формулировки пунктов. Не любите мира – это на самом деле призыв, а не формулировка пунктов. Формулировки пунктов тоже должны быть повествовательными. Хотя, собственно говоря, иногда там может содержаться императив, но тоже желательно в мягкой форме. Помните, что все призывы, все приказы, все побуждения мы оставляем на финал нашей проповеди. Второй наш учебный текст. «И так укрепляйся, сын мой, в благодати Христом и Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Посылка. У духовных детей есть обязанность исполнять завещание духовных отцов. Выпросительное предложение. В чем же конкретно заключаются эти обязанности? Попробуйте прямо сейчас самостоятельно сформулировать переходное предложение. Вот вам список ключевых слов. Вы можете поставить воспроизведение на паузу, этот список у вас останется перед глазами. И попытайтесь прямо сейчас на бумаге сформулировать переходное предложение. Ну как, что-нибудь получилось? Вы ведь уже запустили воспроизведение. Мы можем продолжить. Я предлагаю такое переходное предложение. Оно может не совпадать с вашим вариантом. Ну и тут уже только вы можете принять решение, кто более прав. Вы или я. Мне кажется, что прав я. Вам, конечно, кажется обратное. Обязанности духовных детей заключаются в соблюдении двух правил. Я избрал слово правило в качестве ключевого. И мне кажется, что оно здесь вполне адекватно отражает суть просьб апостола Павла. Как я вам говорил, на самом деле правил этих больше, потому что абзац не заканчивается во втором стихе, а заканчивается только в тринадцатом. И там этих правил больше. Но, тем не менее, если вот уж выбрать вот этот коротенький фрагмент библейского текста, то тут только два правила. Вспомните нашу схему. Вы видите, что здесь на самом деле правила только два. Укрепляйся и передай. Следовательно, и будет у нас два пункта в нашей проповеди. Давайте попытаемся их сформулировать, а заодно сформулировать и подпункты. Держите план перед глазами, можете его себе перерисовать своей рукой, это всегда полезно. А мы с вами попробуем сформулировать пункты проповеди. Итак, раз уж у нас в ключевом, ключевое слово правило, то и формулировку пункта можно начать так. Итак, правило первое. Двоеточие. И у нас здесь есть глагол «укрепляйся». Буквально он означает «становись сильнее», «делай себя сильнее». Мы можем попытаться сформулировать этот текст как можно менее тривиально. Ну, можно, конечно, даже разные экзотические формулировки придумать. Все зависит, конечно, от вашей аудитории. Если вы проповедуете в молодежной аудитории, наверное, можно как-нибудь сформулировать так. «Становись духовным качком». Ну, или как-то «тренируйся в духовном смысле». Важно, чтобы вы отразили вот эту идею. Надо становиться сильнее. Правило первое. Становить сильнее. Очень сложно удержаться здесь от императива в формулировке вот этого предложения. Хотя, наверное, можно. Дело в том, что императив содержится в тексте. Поэтому от него уйти здесь будет сложно. Максимально, что мы можем сделать, это его каким-то образом смягчить. Но ничего страшного, если он останется, на самом деле, в формулировке пункта. Итак, у нас должны быть подпункты, которые, собственно, видны на нашей схеме. Я вам советую пункты обозначать для себя римскими цифрами, а подпункты буквами. Буквами. Буквы можете избрать из любого алфавита. Русские, латинские, может быть, даже еврейские. Неважно. Подпункт. Очень интересно, что на самом деле здесь переводчики синодального текста проявили, на мой взгляд, некоторую непоследовательность в переводе. Посмотрите. Укрепляйся в благодати, но Христом и Иисусом. По-гречески, на самом деле, стоят очень сходные конструкции. Там просто иногда изменен порядок артикля и предлога. И вот здесь нужно принять решение вам на стадии толкования. Дело в том, что вот эта вот фраза, когда есть греческий предлог «эн», здесь по-русски он переведен как «в», он, собственно, так и переводится. «в», а дальше идет дательный падеж, слово в дательном падеже, то вот эта конструкция на самом деле может означать либо сфера, в которой происходит процесс, либо этот дательный падеж становится инструментальным падежом, так называемый «dativus instrumentalis». Фактически, это функция творительного падежа, то есть означает инструмент. То есть, на самом деле, здесь двоякий перевод. «Становись сильнее благодатью», то есть при помощи благодати, или в сфере благодати, в благодати. То же самое и про Христа. Либо Христом, то есть с помощью Христа, либо во Христе, то есть во всех сферах, связанных с верой в Иисуса Христа. Вот тут, на стадии толкования, еще вы должны будете принять решение. Интересно, что наши переводчики в первом случае избрали дательный падеж сферы, а во втором случае инструментальный падеж. Наверняка у них были какие-то свои резоны для этого. Мы сейчас не обладаем с вами достаточной квалификацией, чтобы судить переводчиков синодального текста. Вам нужно будет очень серьезно поработать в процессе толкования над тем, чтобы увидеть смысл. Но, тем не менее, если квалификации не хватает, все, что мы можем сделать, это просто пойти за переводчиком. Поэтому подпункт сформулируем так. Становись сильнее в благодати. Или, ну там, раскачивай духовные мышцы в сфере благодати. Как-то так можно сформулировать. Или, пусть сила твоя увеличивается там в сфере благодати. То есть, когда дело касается благодати, ты должен быть все более и более сильным. Вот такая мысль. Опять же, над изяществом формулировок вам нужно будет поработать самостоятельно. Второй подпункт. Вот подпункты могут уже формулироваться не единообразно. Потому что вы их уже, когда будете произносить, вы их будете произносить более быстро. Потому что это подпункты, менее важные мысли. Но, тем не менее, сформулировать их нужно четко. Итак, второй подпункт. Тебя укрепит Иисус Христос. Ну, примерно такой подпункт. Естественно, я еще раз хочу сказать, что это лишь скелет. Все это потом обрастет плотью и мускулами. Из иллюстраций, из объяснений, из аргументации и так далее. Но вот это скелет. Скелет это несокращаемый минимум проповеди. Давайте дальше пойдем. Второй пункт. У нас подпункты к первому пункту кончились, насколько я вижу. Второй пункт. Передай то, что слышал от меня. Ну, чтобы формулировка пунктов выглядела единообразной, начать мы должны так. Второе правило. Учи других. Собственно, это и есть вот это правило. Передай то, что слышал. То есть, передай учение. И вот здесь мы должны сформулировать подпункты. Передай или передавай апостольское учение. апостольское. Это твоя духовная обязанность. Это твое правило, которое ты соблюдаешь каждый день. Передавай апостольское учение. Не то, что ты услышал от дяди Васи, не то, что ты услышал от преподобного какого-нибудь Маврикия. Передавай апостольское учение, изложенное в Писании. Это очень важный принцип. Дальше. Интересно, зачем апостол Павел делает вот это замечание при свидетелях? Что хочет апостол Павел этим подчеркнуть? Почему важно было упомянуть, что слышал от меня при многих свидетелях? Не просто там было два свидетеля, а этих свидетелей было много. Скорее всего, Павел здесь намекает на распространившееся к тому времени учение гностиков. Они попытались внушить мысль о том, что Христос и апостолы проповедовали народу некое вульгарное христианство, некий такой вульгарный упрощенный вариант христианства. А избранным людям они сообщали истинное учение Христа. Вот то единственное верное. Апостол Павел наверняка хочет уйти от подобных обвинений. И он говорит, что я учил тебя при многих свидетелях. Моя мысль богословская не менялась в зависимости от многочисленности аудитории. Я учил тебя всегда одному и тому же. Поэтому здесь может быть второй подпункт сформулирован так. Передавай общепринятые общепринятые или лучше общеизвестные апостольское учение. Вот все, что я вам говорил, вы это же в проповеди потом будете объяснять. Общеизвестное апостольское учение. или можно сформулировать это как-нибудь изящней. Подумайте над изяществом формулировок. Следующий подпункт. Павел озабочен не только тем, что нужно передать, но и кому передать. вот здесь можно сформулировать как-то так. Учи верных людей. Это очень важный пункт. С одной стороны, у тебя много свидетелей, но с другой стороны, ты не должен размениваться на тех, кто относится к проповеди Евангелия несерьезно. Пожалуйста, не трать на них время. Трать время на людей, которые потом понесут это учение дальше. Ну и наконец, последний подпункт, четвертый. пусть процесс обучения не прекращается. То есть, поток верного учения не должен иссякнуть. Ты должен позаботиться о том, чтобы те, кого учишь ты, были бы способны научить других. Да, никто из вас меня не поправил, и это естественно, вы же по ту сторону телевизор. Здесь надо написать не второе правило, а правило второе. Для того, чтобы сохранить единообразие. Примерно так может выглядеть план вашей проповеди. Еще раз скажу, это всего лишь скелет. Он обрастет плотью и мускулами из иллюстраций, из объяснений, из аргументации и в конечном счете из призывов, из некоторых побуждений что-то сделать. Но скелет проповеди с посылкой, вопросительным предложением и переходным предложением, пунктами и подпунктами плана, это не сокращаемый вариант вашей проповеди. Что я имею в виду? Рассмотрим довольно частую ситуацию в наших церквах. Вас пригласили проповедовать, и пастор сказал, ну, мы дадим тебе 40 минут на проповедь. и вы подготовили хорошую проповедь на 40 минут, приготовились проповедовать, но что-то пошло не так, приехал какой-нибудь важный гость, или еще что-то произошло, или хор как-нибудь так распелся. В общем, вместо 40 минут у вас осталось 3 минуты на проповедь. Такое бывает. Я с этим сталкивался. Тогда что вы должны сделать? самые злые проповедники выходят на кафедру и мстят пресвитеру. Они говорят, вот, ничего не получилось, мне обещали 40, а дали 3, поэтому я сейчас скажу вам аминь, и вам всем будет плохо, и мы помолимся, и вот все, всем станет стыдно. Это, конечно, хамство, на мой взгляд, так делать нельзя. Что вы должны сделать в таком случае? Вы должны все мясо выбросить, выйти без вступлений, без операций, посылку, задать вопросительное предложение, а, сказать посылку, прочитать текст, повторить посылку, вопросительное переходное предложение, и прочитать пункты и подпункты плана. У вас уйдет 3 минуты. Но слушатель уже какое-то назидание получит, и это будет нормально. То есть, чем меньше времени, тем более тощая ваша проповедь, тем более она скелетообразная. Чем больше времени, тем проповедь становится тучнее, жирнее, благообразнее. Ведь всем известно, что шар это идеальная фигура. Я стремлюсь к совершенству, как вы видите, не только в теле, но и в проповеди. И вам советую, пожалуйста, делайте свои проповеди шарообразными, полными, но не чрезмерно, ожирение ни к чему. Итак, мы с вами разобрали некие примеры усеченных вариантов текста, пора перейти к более серьезным вариантам. В следующих лекциях мы с вами изучим послание Иуды. Вы можете его уже сейчас начать читать, пройти весь процесс толкования, и можете сами попытаться нарисовать синтаксические схемы. Мы, конечно, сделаем это на доске и будем составлять планы этих проповедей. У нас должно получиться шесть проповедей на послании Иуда, вернее, шесть планов таких проповедей, и это будет ваш интеллектуальный багаж, ваше, так сказать, набивание руки. Пусть Бог благословит вас в этом процессе. Приготовьтесь к нему. Семь кое-как кое-как с! ookie Субтитры создавал DimaTorzok